Мы жились и рассмотрели отчет правительства и высшей аудиторской палаты об исполнении республиканского бюджета за прошлый год. По данным министра финансов, экономика страны сохраняет тенденции роста. Но, несмотря на это, документ вызвал резкую критику депутатов. Что не устроило народных избранников в отчете правительства в сюжете Алины Бержановой. Приток инвестиций, развитие обрабатывающей промышленности и строительства экономика Казахстана, если верить главному финансисту страны, сохраняет тенденции к росту. Подтверждение тому – увеличение ВВП на 5% и двукратное сокращение инфляции. Государство таким образом выполняет все социальные обязательства, заверил глава Минфина. Размер солидарных пенсий был проиндексирован на 10,5%. Также на 8,5% были повышены государственные социальные пособия для семей, имеющих детей. Поступление исполнило на 99,9% и составили 19 триллионов 296 миллиардов тенге. Но в реальной жизни все не так оптимистично, как в докладе министра. Дефицит бюджета превысил 3 триллиона тенге, а госдолг составляет 27 триллионов. Это почти четверть всего ВВП страны. Вместе с тем затягивается реализация нацпроектов. Некоторые из них, по данным высшей аудиторской палаты, тянутся больше 10 лет. И за это время подорожали на 60%. Сроки от планирования проектов до начала их реализации требуют сокращения. Администраторам бюджетных программ должно быть вменено обязательное применение типовых проектов. Возможное удорожание по ним можно отслеживать через применение IT-решений для мониторинга заложенных в этих проектах стоимостных характеристик. К слову, большинство таких растянутых проектов сконцентрированы в автодорожной отрасли. По мнению депутатов, проблема носит уже хронический характер. Аналогичная ситуация в вопросах противопожарной безопасности, строительства соцобъектов и даже информационных технологий. Государственные служащие не могут не сформировать качественные индикаторы с привязкой к бюджетным затратам, не обеспечить аналитическую часть своей работы. Необходимо отметить, что факты неэффективного исполнения бюджета в виде некачественной проработки на этапе планирования, слабого администрирования и межведомственного взаимодействия сохраняются. И сильнее всего от этого страдают и без того социально уязвимые категории населения. Несмотря на индексацию выплат, пособий и зарплат, больше полумиллиона казахстанцев продолжают жить за чертой бедности. Еще 8,5 миллионов человек имеют кредиты, часть из которых не в силах погасить. Казахстанцы, говоря простыми словами, выживают. В таких условиях не может быть и речи о том, чтобы развивать себя, посещать культурные мероприятия, откладывать на создание финансовой подушки безопасности. Отсюда и высокая саккредитованность населения, социальная и экономическая нестабильность. Вместе с тем депутаты указывают на формальный подход правительства к вопросам неосвоения средств, мониторинга бюджетных программ, публичной отчетности, а также поиска дополнительных источников финансирования. Как итог, члены сразу нескольких фракций палаты отказались принимать отчет правительства. Необходимо взять под контроль все финансовые потоки. Это касается бюджетных и небюджетных фондов. Хочу обратить внимание, что по некоторым вопросам у нас с правительством пока общего понимания нет. Например, по дивидендам, небюджетным фондам и полного контроля парламента над финансовыми потоками. Правительству необходимо обратить серьезное внимание на предложения депутатов. Пока же отчет правительства и вышеаудиторской палаты предстоит рассмотреть сенаторам. Окончательное решение по вопросу исполнения республиканского бюджета примут на совместном заседании в палат парламента. Алина Баржанова, Идос Медельбеков, Хабар.